Впервые за 28 лет Международную Олимпиаду по информатике принимает у себя старейший вуз России – Казанский федеральный университет. Столица Татарстана завоевала право проведения, обойдя города-конкуренты из Японии и Азербайджана. Еще до официального начала игр Казань успела войти в историю соревнований. В этом году в третью столицу России приехало рекордное количество стран-участниц – всего 88 делегаций. Для меня эта Олимпиада значит очень много. Я готовился к ней последние 3-4 года. Я думаю, эта Олимпиада дает возможность построить хорошую карьеру в сфере IT-технологий. На протяжении всей Олимпиады участников сопровождали волонтеры из числа студентов КФУ – одного из ключевых организаторов турнира. Вуз также предоставил школьникам проживание в одном из лучших кампусов России – деревне-универсиады. Мне говорили, что Казанский федеральный университет – один из престижнейших вузов России. Я впечатлен этим шикарным кампусом. Город тоже очень красивый, с богатой историей. Надеюсь увидеть больше. Я приезжал сюда в марте осмотреть место проведения Олимпиады. Мы посетили Иннополюш, Свияж, Казань. Татарстан – удивительное место. Мы впервые в России. Нам пока очень нравится. Мы подготовились к поездке, посмотрели в интернете, какая у вас погода, интересные места. Хочу скорее их посетить. Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие стороны и просто будем наслаждаться процессом. Церемония открытия 28-й Международной Олимпиады по информатике транслировалась в интернете и на кабельных сетях по Республике Татарстан. Стоит отметить, что прямую трансляцию вел телеканал «Универсмотри» – студенческое телевидение КФУ. На церемонии открытия было все, что любят юные компьютерные гении – видеошоу, 3D-графика, лазерное и световое шоу. Одним из наиболее зрелищных моментов мероприятия стал парад флагов стран-участниц. Бангладеш! Булгария! Болгария! Босния и Герцеговина! Босния и Герцеговина! К тому же гости Олимпиады наконец-то смогли увидеть частичку национальной культуры России и Татарстана, представленной лучшими творческими коллективами республики. Церемония выдалась очень информативной, но в то же время развлекательной. Это было удачное сочетание современных технологий и национальной культуры. Надеюсь побольше узнать о Татарстане за эти несколько дней. Мне понравились татарские танцы. Для нас это очень необычно, но в то же время так красиво. Ну и, конечно же, впечатлило световое шоу. Нашим участникам я желаю найти новых друзей, получить позитивные эмоции и подготовиться усердно к следующему году. Так мы сделаем этот мир еще чуточку лучше. Очень приятно, что открытие нашей Олимпиады проходит в период, когда в Бразилии и в Рио-де-Жанейро представители наших стран борются за спортивные медали. Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил важность IT-технологий в подготовке самых разных специалистов. Также он выразил надежду на то, что Казань не последний раз принимает у себя такие мероприятия. Мы надеемся, что в результате упорной борьбы мы сумеем выиграть право проведения аналогичного мероприятия, но только уже для студентов в 2020 году. Какими бы ни были итоги Олимпиады, каждый из вас уже победитель, опередивший других сильных соперников на отборочных соревнованиях. Я вас искренне с этим поздравляю. Свой церемоний открытия студенческое телевидение Казанского университета телеканал «Универс смотри» ввел прямую трансляцию. Видео церемонии открытия Олимпиады выложено на сайте КФУ и в группе «Универс смотри» на YouTube. Журналисты медиа-центра КФУ на протяжении всей Олимпиады освещали ход соревнований и жизнь участников со всего мира в столице Татарстана. Интервью с командами вы можете увидеть на главном сайте турнира ioi2016.ru. Мимо наших камер не прошли и сами соревнования. Каждый тур включал три алгоритмические задачи, решения которых необходимо было представить на компьютере в системе состязаний. Первое задание было довольно сложным, но я справился. Второе и третье было еще проще. Я очень доволен своим результатом. Второй решающий тур оказался более интенсивным и напряженным. Надо сказать, что сегодня уровень сложности задач ioi необычайно высок. Их не под силу решить не только среднему, но даже хорошему студенту. Во втором туре мне первые две задачи показались довольно простыми. Вот третью я действительно даже за три с половиной часа не смог окончательно решить. Так что думаю, что второй тур я лучше, чем сейчас вряд ли смог бы написать. Организаторы Олимпиады подготовили для участников насыщенную культурную программу. Свободно от соревнований и тренировок время ребята изучали город, гуляли по Кремлевской набережной и ближе знакомились с историей и жизнью Казанского федерального университета. Казань – красивый город, и люди здесь очень дружелюбные. Мы зашли на веб-сайт ioi и многое узнали о Казани и Казанском федеральном университете. Мы заинтересованы учиться в данном учебном заведении. Все испытания для ребят уже позади. Осталось только узнать имя абсолютного чемпиона. Чествовать победителей и призеров Олимпиады будут уже в этот четверг. Телеканал «Универс смотри» студенческое телевидение Казанского федерального университета будет вести прямую трансляцию с церемонии закрытия 28-й Международной Олимпиады по информатике.